Послезавтра едем на мотоциклах на Байкал Если честно, еще вчера у меня был поток сознания такой, как же я все брошу Такая непростая ситуация Ну, как всегда, в общем, когда сильно разгонишься, когда нервное напряжение достигает предела Когда ты пытаешься делать многое сразу Невидимо, торможение мозга происходит медленно В общем, еще вчера у меня была куча переживаний Которые добавились к основным таким переживаниям Как же я там поеду один Или вообще переживания типа Очень хочется путешествовать Но как же я буду хорошим отцом Брошу детей на месяц Еще что-то, еще что-то Поставлю потом розу Завтрашнее Наличие завтра денег и прочее, прочее Жену оставлю одну дочь С детьми И это, конечно, извечный конфликт Извечный конфликт, когда Когда одна твоя часть хочет сесть на мотоцикл Уехать надо куда-нибудь и объехать весь мир Вторая часть социальная Считают, что это очень-очень неправильно Все, завтра дорога, мотоцикл, Байкал И погода меня не пугает В общем, идея поехать на Байкал возникла у нас спонтанно Поехали мы как-то до Шерегеша Покатились утром Очень нас это воодушевило Поездка была Просто замечательная Погода отличная И как-то захотелось чего-то большего сразу Через день, буквально два, Андрей предложил Поехать на Байкал Пока вот этот азарт остался Надо было быстро принимать решение Но я, как всегда, за его интересные предложения И вот Дата Х была назначена на 4 июня Выезд мы с Тарасом запланировали на раннее утро В 6 утра мне нужно было встать, выйти из дома Вставать, конечно, не хотелось Хотелось поспать подольше Но так как меня ждал Тарас Пришлось брать себя в руки И ехать Теплую одежду одевать, конечно, было лень Поэтому накинул экипировку стандартную И поехал Ну, соответственно, первую половину пути было достаточно холодно Ехать Ну и уже в первой половине пути было понимание Что седлу-то придется не сладко в эту поездку Понимали, что физически это тоже непросто Ну и примерно вот с такими мыслями Прошла первая половина дня Ну что, первый наш завтрак Второй завтрак Первый и второй завтрак нашей путешествии В нашей любимой забегаловке в городе Кемерово Сейчас нам принесут жаровню Которую мы очень любим Вот такие вот уже сладости То есть сладкое мы не едим Видно, да? Ждем жаровню Да В общем, что сказать Многие планируют, многие мечтают А мы просто сделали И поехали на Байкал Пока только поехали, да? Сегодня планируем добраться до Енисея Проехать в Красноярске Встать на берегу Енисея И первую ночь провести там Настроение бодрое Прохладно Сейчас будем одеваться Ну все Пока Что вот такое вот Незатейливое Очень вкусное блюдо Которое мы здесь едим регулярно Так что завидуйте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, невероятно Удачно нам попалась Стелла города Мариинск Она, кстати, очень самобытная Сейчас кончится небольшой Дождь с градиком Смотрите Град идет И я обойду Сниму Эту стеллу Она очень интересна Правда Мы переждем А то вымокнем Мы уже и под дождем Проехали, просохли Проехали, просохли Бабочек разбивали Да Сейчас ждем В общем, Мариинск В общем, Мариинск считается Вторым старейшим городом После Новокузнецка В Кемеровской области Да Очень интересная стелла Читая историю Мариинска Меня, конечно Два События В истории Мариинска Зацепили Первое В 50 километрах От Мариинска В 1984 В 1984 В 1984 В 1984 Вроде как Произошел Мирный Ядерный взрыв Согласно Там какой-то Советской программе Я вообще не знал Что в Кемеровской области Были какие-то Ядерные взрывы Но вот Где-то здесь Где-то рядом Второй момент Который Меня зацепил Это В 1905 В 1905 году В городе Произошел Так называемый Солдатский бунт Это Когда Вооруженные солдаты Вооруженные солдаты Вышли На площадь И начали грабить Лавки Я так понимаю Торговцев Преимущественно Евреев Убили Одного человека Но суть в том Что в 1906 году Поползли слухи Что это Организовал Глава города Тогдашний Богатый помещик Богатый помещик И вроде как Он таким образом Расправился С конкурентами А это Я так понимаю Это история История Да История Здесь продолжение По-моему Данного города Продолжение Да А вот памятник Картошки Там Начало было Здесь продолжение Как интересно Местные Обыграли Свой Стеллу Города Это круто Будет очень круто Ну а мы продолжаем путешествие Дождь прошел Будем старый город проезжать Двигаясь по Мариинску И разглядывая Архитектуру Я Понимал Что когда-то Мариинск Ну в конце 19 Начале 20 Века Был достаточно Крупным городом А в пересыльной Тюрьме Этого города Побывали Такие Известные люди Как Ленин Аркасовский Гумилев Русланова Мишулин Этот город Не обошла Золотая лихорадка И В 19 Веке Было Добыто Что-то Порядка Ну что-то Более 2000 фунтов Золота С берегов Киев Мариинск Посещал Николай Второй Но пока Еще Еще не будучи Царем В начале 20 Века В нем Были Две Православные Церкви Теревянная Кладбищенская Церковь Католический Костел Синагога Вот такой Вот Городок Мирный Ядерный Взрыв Я уже говорил В 1984 Году В 50 Километрах От Мариинска Неподалеку От деревни Таштин Мощность Взрыва Была 10 Килотон Для сравнения На Хиросиму Была Сброшена Бомба Мощностью 13 Килотон Бомба Была Взорвана На глубине 500 метров То есть Пробулили Скважину 500 метров И взорвали Ее Вроде как Это сделали Для того Чтоб Исследовать Сейсмоустойчивость Но это Не точно При подготовке Взрыва Перед Непосредственно Перед взрывом Приехали Солдаты Оцепили В радиусе Трех километров В скважину Жители Деревни Таштым Попросили Предупредили Что сейчас Будет взрыв Попросили Выйти Из домов Те Соответственно И спуститься К реке Те вышли Произошел Взрыв Некоторых Людей Подкинуло Некоторые Упали После Взрыва Часть Домов Пострадала Ученые Замерли Радиационную Фонд Фонд Вроде Как Убедив Что он В норме Сказали Что все Можно жить Можно жить А Все Разрушения Вроде Как Компенсировали Людям То есть Не бросили Просто Так Вот Такие Вот Интересные Факты Узнал Живя В Кемеровской Области Просто Не задавался Вопросом Ее Истории Вопросом 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...